Категории расширены. Теперь пособия в размере 1 миллион рублей для медицинских работников, которые трудятся на селе, смогут получать медсестры и акушерки. Об этом рассказали депутаты Думы Югры во время итоговой пресс-конференции. Ранее такая единоразовая выплата полагалась только врачам и фельдшерам в размере 2 миллиона рублей и 1 миллион соответственно. Председатель регионального парламента Борис Хохряков напомнил, что в округе есть выплаты для медиков, работающих в городах, численность населения которых менее 50 тысяч человек. Для докторов в размере 1 миллиона рублей, для фельдшеров в 500 тысяч. По мерам поддержки докторов в Уральском федеральном округе мы стоим на первом месте, потому что он определяется не по одному комплексу, вернее, не по одному условию, скажем, которое вы назвали. На Ямале и так далее. Это комплексная оценка ситуации. И в этом плане на самом деле мы на месте не стоим. Мы с коллегами всегда задаем эти вопросы и департаменту здравоохранения. Эти вопросы звучат всегда на встречах фракции с губернатором автономного округа. Тему поддержки медицины губернатор округа обсудила с коллегами из правительства во время заседания проектного комитета Югры. На совещании приняли решение о запуске проекта модернизация зданий и сооружений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Главная цель – обеспечить стопроцентный доступ к медицинским услугам жителям малых городов, поселков и сел. Реализовать проект планируют за 4 года. За это время в Югре предусмотрено строительство 20 модульных объектов в числе 9 врачебных амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 поликлиники и 1 участковая больница. Также планируется отремонтировать и реконструировать более 60 объектов здравоохранения. Все подготовительные и организационные мероприятия, необходимые для того, чтобы начать работу по реконструкции строительства, капитальному ремонту зданий медицинских организаций, необходимо провести без задержек или с опережением. На этом настаиваю и прошу обратить внимание.